Небольшая вызор на новую экшн-камеру китайскую. Iron ProCam 4K. Купил у Valdorado. Такая вот хреновина за 3000 гривен. Говорят, что это как эта поделка с ЭКОМ, тоже китайца. Это то, что идет в составе коробочки. Эх, я ее уже разберу. Карточку памяти вставлял, поэтому тут немножко раздолбанно. Крышечка, блин. Что у нас сама эта фигурина на складе, что ли, и побили, непонятно. В общем, вот так вот. На Эльдорадо хренят вещи. Так. Саму камеру прилепили на пьедестал только. Чем-то она закручивается. Сразу в защитной коробке. Воды проницаемы. Все защиты и плюнки я уже поснимал. Мои ляпы пальцы. На воду еще не проверял. Надо будет проверить. Кнопки сами жесткие вот эти. Довольно-таки жестковатые. Вытянем ее. Сейчас надо ее крутить вообще-то. Обычный зажим. Так и не падай. Так. Опа. Такие вот долбаные пластмассовые крепления. Как-то вот так вот. Экранчик. Так. Что у нас там внутри? черная коробка. Обычная. Ничего особого. В нескольких языках. Гарантийка. Расположение кнопок. Где чего? Что состав входит. Это как можно у нас поставить камеру. На все сущи жизни. Наверное. Шлемы. Велосипед. Краска. Упс. Всякая фигня. По остановке. Настройке. Еще особого. А это в каких режимах она пишет. 4К 25 кадров. 2.7К 30 кадров. По 60 минут на 32 гигабайт на карточку. 1080p 60 кадров 120 минут. 1080p 30 кадров 720p на 120 кадров. Аж 240 минут. Да жалко конечно карточку не поддерживает больше чем 32 гигабайт эта камера. За час можно было все записать в высоком качестве. Экономия. Режим видео. Фото. Серийная съемка. Замедленная съемка. Карточки памяти. Ну вот не 32 гигабайта максимум. Класса 10. Желательно. UHS-1. Так. Баттерия. Баттерия на 1050 млн. Сейчас. Разбирал уже видео. Так. Программа камеры. А да. Wi-Fi поддерживает мобильное управление. Протомограничение в 1080p. 4К и 2.7К там уже не выставить. Стандартненькая такая программка из iCam. Ничего особого нет. Это по настройке, по роли, где что скачать. Квадрорик с кодом. Так. Совместимость. А дальше просто в других языках. Ничего особого. Так. Это у нас инструкция. Так. Это затяжка обычная. В бонус блин. Что у нас первое. Подставки с липучкой. Ага. С липучкой. Ага. 1 и 2. Так. У нас обычный USB кабель. Мини или микро. Всего знает. Короче, только небольшая. Это у нас трусики, держалки, зажимы. Трос стальной что ли. Да, металлический. Металлический. Металли. Клипсы какая-то. Резиновая. Еще 1 вея желтая. Скажи, как это хреновина. Еще 1 вея, чтобы мало не было. поезд держание так это фигуре налепится велосипед лучше держалась не дергалась вот такой вот такую резьбу это же можно лепить на салфи-палку который тоже купил 90 игре несчастных вот эта штука нужна очень даже так еще не липучки всякие бленки держалки на велосипедный руль вот эта штука ценная пульт управления честно я не знаю про красный мини про красный вай фай хреново знаю по какому принципу работает но довольно таки быстро определяет даже не направляя на саму камеру ты сможешь эту сторону брать и могу цена определить фото видео там я закручена там батарейки вот это походу стоит что у нас зажим да зажим подреметь что еще раз такая штука и на прорезиненная питание стандартная с до солнцу по параметрам 110 40 вот писать 60 герц на 4 ампер входящие 5 вольт 1 ампер еще на хреновина такая же блин 3 уже похода так вот это уже на велосипедный руль прорезиненная штука для съемки это обычные болты которые пластмассово хреновина за сумки для лучшего что там еще дополнительный задний экранчик если тут сломается дряпочка обычная фибра ничего особо вашего чисто камера камера он суда непроницаемая права еще не тестим опять же кнопки тугие блин просто пипец 65 надо залепать очень все легко разбирается эта фигня отжимается вот здесь попробуем на джей жестко так на все жестко есть так из контакт кренчик вынимаю камеру обычного пластмасса водонепроницаемое крепление туго наверно потому что за водонепроницаемость поэтому сделано все прорезинено полностью так индикатор включения и выключения так еще раз индикатор показывающий работу запись то нас кнопочка ok выбора лента так включается камера эта кнопка переключается режим и и же если ее зарядка сгорит синим сам объектив линза вообще не защищена ничем сляпы пыли проще будет постоянно кнопки вверх-вниз микрофон дырочки блин к концу заляпается сразу так тут отсек аккумулятор порты стоп еще где-то не помню самый звук вывод это здесь опять же сделано конечно не очень порт и так юсб и микро hdmi а также слогами микро sd карточки так как я уже купил ее сюда уже вставил на 3 2 гигабайта и фокус не хочет что фокусировку брать ультра 32 гб микро языка один десятого класса вот это вот фигня вот она и еще с 1 кат 48 мегабайт мегабит мегабайт секунду 32 сик скорость тоже том же это тоже купил эту хрень вот так карточку карточку тут можно стоять только этим способом лицевой стороной к экрану по-другому никак до характерного щелчка блин камера очень маленькая тяжело держать своими руками так так остается экранчик уже заляпанный ремонт означает то что можно управлять ее через пульт управления которая показала экшен камера так сам аккумулятор я включу кнопку с мтпк отключу попробую все таки и еще раз вытянуть да ладно не хочешь значит сделаем так хорошо зажали ничего себе вообще ничем не держится обычная заглушка 37 вольт 1050 микроампер час обычная китайская аккумулятор на батарея mpg 1050 ничего особого аккумулятора занимает где-то треть может даже больше пространства сама камера так вставляем обратно вставляется язычком в эту сторону сюда нет неправильно в эту сторону да и понятно ладно так включим я еще раз нажимаю кнопку покажи сколько осталось по времени записи 4к 25 кадров час где-то час так меню как бы тебе так показать так щу блин кажешь у нас неудобно меняем режим фотографии несколько кадров в секунду замедленная съемка выбор опции размер фильма так прекрасно все видно какие именно разрешение поддерживает вон а выберем 4к 25 фпс скричная запись впечатка даты экспозиция разрешение так это по поводу разрешения фотографии 12 мегапикселей широкоформатка 4608 на 2590 на 102 максимально да элемент управления конечно не очень удобно сделано блин на руку тут током не повозишься треная снимок это череда снимка так таймлапс на несколько секунд два три пять десять время непрерывно съемки на соб съемки фотографии получился доходах частота это у нас по поводу сети питания 50 60 герц или авто поставил авто на его на фиг а вот языки которые поддерживают русская задина есть куча всяких остальных кренске тоже когда-то и время до стандартно звук и последняя пищевая которая сейчас слышно затвор и звукопрещения веер объем как объем это красно пищит чем ручка можно вообще убрать на фиг чтобы не было черта так дальше перевернут экрана если перевернут автоматом его показывает буквально съемки скринсейвер стандартный час оба энергосбережения формат карточки кажешь неудобно одной рукой до одной рукой тут особо не поснимаешь все так щелкать так вот сбросить все настройки версия прошивки самой камеры кругом 4k а и на кэр нижнее подчеркивание ночь о 4d 7rk 17401 1 апреля что-то получается 17 года типа того так выходим далее режимы ты нажимаем вверх это можно выбрать видео и фото которые уже записано для просмотра этот особо ничего не смотрю сразу карточку кидая на ноутбук и переписываю такая вот камера уже все залепано до поверхность конечно тут очень марка зарядка поддерживает с power bank а спокойно можно записывать видео и фото делать и заряжать одновременно если конечно зарядка такой же в боксе поставишь за счету выбрать 1 подключается нажатием минус этой камеры звук скажем так очень не очень хорошо слышно очень приглушенный из-за того что микрофон расположен за только вот фигу и на и маленькие дырочки тяжело слышно хотя то секция на камеры не особо балует скажем так звуком сам уже видео снимаем 4к при двадцати пяти кадрах идет вполне отлично 27 каплицы при 30 и full hd 1080p на 60 кадров вообще замечательно с минусов дальше если скажем так не хватает света в помещении то довольно таки темно то сложно хороший свет чтобы была картинка более-менее сочно ярко широкий угол обзора 170 градусов делать панорамную съемку то есть можно примером windows 10 используя стандартное приложение видео тв включить панорамное видение и покрутить мышкой скажем так камеру видео как будто обзор идет панорамная домики неплохо так минусы звук минус незащищенная длинный за объектив кроме бокса по сути изменился все с плюсов миниатюрность записи 4к хоть и при 24 25 кадрах удобный маленький экранчик вполне удобный камера весит очень мало а еще из минусов забыл сказать она очень греется при съемке при зарядке на довольно таким горячим скажем так общем такая штука видео которые буду есть снимать моем канале будут уже первое есть то которое снял ставим лапсом вид из окна по сути все еще немножко осталось конечно можно под называемый для селфи на вообще три под купить блин нет эту хрень ну ладно 1 покупках с ней община под мобильник характеристика как вы не поддержите причем стандартная информация монопод уфтсс-1 сейчас мы достанем стандартная держалка для мобильника ничего особо херовина дешевая конечно звук для съемки фото то на рубку чтобы не падала мама поди на это так она еще двигается вот она максимальная длина довольно таки длинная штука интересно попробуем соединить как раз экшен камеру к ней как раз экшен камеру к ней для этого у нас есть такая штука вот она сейчас мы подсоединим вот как то так она выглядит там правда это все настраивается углы обзора и прочее то что можно снимать селфи в общем на этом все такая вот китайская камера iron pro cam 4k по сути это больше игрушка чем камера поиграть не более не хватит еще так а